Добрый вечер, в эфире Тагил ТВ. Информационная служба новостей, мои коллеги и я Ольга Шульга. Прямо сейчас расскажем вам о событиях уходящего дня. Реки готовятся выйти из берегов, время паводка. Грозит ли потоп Нижнему Тагилу и как мэрия намерена бороться с половодьем? Особые дети теперь читают особую литературу. В детской библиотеке появились новые тактильные книги. Как понять произведение руками? Далее ружья и отправили в бой. Лазертаг устроили для воспитанников второго детского дома. Почему компьютерные игры больше не привлекают? Реки готовятся выйти из берегов. Началось время паводка. Правда, Нижнему Тагилу потоп не страшен. Вода в городе и пригороде под контролем. Об этом заявили сегодня на противопаводковой комиссии правительства Свердловской области. Ведется ежедневный мониторинг подокланов специалистов. На сегодняшний день составляет толщина льда в сельских населенных пунктах. Это Уралица, Усютка и Баронская. 50-60 сантиметров. Соответственно, в городских водохранилищах толщина льда 40 сантиметров. Избавиться от льда водоемам пригорода помогут. В середине апреля начнут распил замерзшей воды и обработают реагентами. Городские же реки и пруды расстают без вмешательства техники. Не потребуется помощь и гидротехническим сооружениям. Строительство детских садов под личным контролем главы города. Срыв сроков и нарушение подрядчиками условий контрактов недопустимы. Майские указы президента России, в том числе о создании дополнительных мест в дошкольных учреждениях, должны выполняться неукоснительно. Об этом Сергей Носов заявил на совещании в администрации города. Тему продолжит Алексей Алексеев. Детский сад на 270 мест на Гальянке должен был открыться в марте. Как оказалось, здание, построенное в декабре, принять детей не может. Обнаружился строительный брак. Подрядчик Генстрой Урал рассчитывал получить отсрочку на проведение обследования и устранение дефектов. Глава города потребовал возврата денег, заплаченных строителям. Когда перечислить обратно 115 миллионов? Мы на эти деньги посмотрим, может быть, новый садик построим. Как раз пока у вас усадка грунта идет, мы будем спокойно строить в другом месте. По заявлению подрядчика реконструкции садика по улице Карла Маркса, организации «Ермак» ошибки в проекте требуют увеличения затрат на проведение работ. Сергей Носов считает, что взятые подрядчиком контрактные обязательства должны неукоснительно соблюдаться. Ни одной лишней копейки из городского бюджета выделено не будет. Никто никаких разрешений на рост затрат не давал. Он сказал, что кто-то что-то будет пересмотреть. Строительство двух детских садов на вагонке ведет промстройсервис. Если в микрорайоне Свердловский работа идет по графику, то объект на улице Калинина возводится с задержкой. По словам подрядчика, она невелика порядка двух недель. В ближайшее время, пообещал представитель промстройсервиса, темпы строительства будут ускорены. Глава города не принял оправданий. Я хотел бы вас предупредить, что все отставание от графика вы будете компенсировать финансово. Я вас просто предупреждаю. Сергей Носов подчеркнул, главная задача не наказание нерадивых подрядчиков, а строительство детских садов. К этому должны быть приложены все усилия. Алексей Алексеев, Вадим Усков, Егор Егошин. Новости Тагил ТВ. Куда направят бюджет города? Что ждет площадь славы? Будут ли новые городские кладбища? Народные избранники собрались вновь на заседании городской думы. Впервые на собрании депутатов присутствовал и первый зам главы города Владислав Пинаев. Обо всем по порядку смотрите далее. О вечном. 29 заседание гордумы и вновь на повестке дня городской бюджет, а именно его корректировка. На этот раз изменения из-за прибавления в казне в город вернулись неосвоенные в прошлом году 365 миллионов рублей. По крупному, если говорить, это 206 миллионов рублей. Субсидия на развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры – это строительство сетей в микрорайоне Александровском. 37 миллионов 694 тысячи – это строительство жилья для расселения веткового мариного за счет средств и подросткового бюджета. Пойдут вернувшиеся деньги на завершение капитального ремонта в Дворце культуры «Юбилейный». Закупят на них инвентарь для Центра адаптивного спорта. В обсуждении бюджета затронули вопрос выделения денег на реконструкцию городских кладбищ. В этом году места захоронений должны были привести в порядок. Однако запланированные деньги придется перенаправить. Реконструкция кладбищ – тема не закрыта. Поднята будет вновь на профильной комиссии по городскому хозяйству. Направят деньги на реконструкции трамвайного парка. Капитальный ремонт ждут городские тяговые подстанции. Обсудили депутаты и социальные выплаты тагильчанам. Мы предлагаем расширить категорию получателей ежегодно-одиновременной выплаты людьми пожилых людей и к имеющимся сейчас неработающим пенсионерам, ушедших на пенсию из муниципальных предприятий и учреждений. Добавить неработающих пенсионеров, ушедших на пенсию из государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, действующих на территории города Тагильчана. Народные избранники проголосовали за предложенные изменения. А вот в вопросе предоставления муниципальных гарантий предпринимателям единого мнения не нашли. Вопрос был снят. Рыба доставляет неприятности предпринимателям, которые ее продают. У большинства нет соответствующего оборудования, чтобы должным образом ее хранить. Сегодня предприниматели оптовой и розничной торговли вместе с сотрудниками Роспотребнадзора посетили рыбный комбинат. С какой целью, расскажет Хелена Терехова. Безжалостно пронзить рыбу, а затем подвесить на агрегат. Так сотрудницы комбината готовят салаку к копчению. Рыба навешивается на решала, закатывается клетки внутрь. Сейчас нет копчения. Ну там нет. То есть свой дымогенератор, здесь покупная щепа, либо бук, либо ольха, она готовится, увлажняется. Потом по определенной программе на каждую рыбу своя программа. В этой печи ей лежать три дня при температуре 20 градусов. Про коптиться она должна до самого хребта. После чего ее упакуют и отправят в магазины. За процессом следят представители торговли. С рыбой им приходится туго. Например, охлажденную можно хранить порядка пяти дней. После чего нужно утилизировать. Но так поступают далеко не все. Если охлажденная рыба потом плавно переходит в замороженный продукт или в какой-то полуподвикат замороженный, то здесь есть вероятность того, что этот продукт может вызвать аллергию потребителя. Проблемы возникают зачастую из-за отсутствия необходимого оборудования. Это подтверждают и сотрудники Роспотребнадзора. Основные претензии в ходе проверки – отсутствие в холодильниках элементарных термометров. Низкая технологическая дисциплина, неудовлетворительный производственный контроль, низкий профессиональный уровень кадров в предприятиях розничной торговли, несоответствующая современным требованиям материально-техническая база хозяйственных субъектов, отсутствие необходимых площадей. Кадров действительно не хватает. Городу требуются квалифицированные товароведы. Несмотря на то, что в Тагиле два учреждения, которые занимаются их подготовкой, не особо подкованы и сами покупатели. Обращаться в Роспотребнадзор с претензией не спешат. Некачественный продукт тагичане предпочитают просто выбросить, чем написать жалобу и вернуть деньги. Елена Терехова, Игорь Харьков, Анатолий Тютин. Новости Тагил ТВ. Место, где сплетаются трагедии и комедии. День театра сегодня. В честь праздника в Колледже искусств будущие актеры устроили мини-представление. Почему, несмотря на развитую в мире киноиндустрию, театр любят? Понять пыталась Елена Терехова. Он только вышел, а зал уже заливается от смеха. Эмоции от зрителей – лучшая оценка таланта. Сергей без пяти минут, дипломированный актер. Профессию выбрал без раздумий. Случайность за случайностью. Вообще на актерский я давно хотел. У меня родители актеры, поэтому это семейное проклятие. В зале практически весь состав актерского отделения. В колледже они, что называется, товар штучный. Всего 18 человек. Большинство из них мечтают о кино, но театр, говорят, особая стихия, о которой тоже нельзя не бредить. Желание стать актером преподавателя стараются угадать на вступительных. Те, в ком мы это угадали, сегодня работают артистами. На сцене драматического театра, на сцене нашего театра «Кукол», на сцене Малого театра России в Москве, на сцене Первого театра нашей страны Александренского в Санкт-Петербурге, в других театрах, в Екатеринбурге, в Томске, в Курске, в Брянске. Наши ребята сегодня работают по всей стране, я бы уже сказала. Театр – это не только его сотрудники. Зрители – неотъемлемое звено. Три театра нашего города не пустуют никогда. А все потому, уверены актеры, что экран никогда не заменит живого общения. Если когда-то в далекой Греции зародился театр, и артисты тогда еще назывались «Козлоногими», и это был праздник Бахуса и так далее, но зачем-то артисты появились на свет из древней Греции. Люди ходят в театр, люди не забывают такое искусство, как театр, потому что с появлением кино боялись, что театры исчезнут, с появлением телевидения нам подписывали окончательно, уже сейчас интернет и так далее, но театр жив. Елена Терехова, Игорь Харьков, Анатолий Тютин. Новости Тагил ТВ. Моржевание в массы. Тагильчанин Виталий Андреев написал две книги об экстремальном спорте. Зимнему плаванию произведение мужчина посвятил не случайно. Заплыв в ледяной воде, совершал 30 лет. Возглавлял и городской клуб моржей. В начале мая увидел мальчишек около берега, около пруда, которые купаются совершенно свободно. Ну и я подумал, а я что? Ну, разделся, да и туда сиганул. Искупался, вышел, мне так понравилось, не заболел. Свои 76 лет я пока на своих ногах. Нигде ни в одном месте ничего не пухнет, не болит, не стонет. На писанию книг мужчина посвятил три года. Сначала задумывал произведение как единое, затем решил разделить. Первая книга превратилась в пособие. Написал о том, как стать моржом всего за два месяца. Во втором издании описал историю зарождения зимнего плавания в нашем городе. Презентуют книги Виталий Андреев на закрытии сезона в клубе моржей в эту субботу. А потом, когда уже началось... Мама малыша уже увидела первый результат. Ну, он больше, как бы, больше общается, больше развивается, все равно моторика. Раз около него большое... Ну, очень много человек бывает, и по двое, и по трое здесь в библиотеке, около него присутствуют. И как бы развивается все равно внимание, моторика. Это все равно, как бы, все равно на него действует это все. Читать тактильные книги теперь смогут еще больше детей. Из московского фонда филиал библиотеки получил порядка 15 единиц литературы. К слову, такой чести удостоились только 12 городов России. Книги стали еще более доступными для детей с нарушениями зрения. Говорящий карандаш начинает издавать звуки, если провести им по странице. Во-первых, они очень ярко, красочно иллюстрированные. Они иллюстрации очень большие, без мелких деталей. Они с тактильными вставками, чтобы наши особые детки, которые плохо видят, могли понять, что же там в этой книжке нарисовано. Уникальный подарок получил не только филиал библиотеки на Карла Маркса. Книги для незрячих малышей были переданы в специализированный детсад, а также просто розданный детям с ограниченными возможностями здоровья. Анна Хабарова, Александр Штраух, Анатолий Тютин. Новости Тагил-ТВ. Дали ружье и отправили в бой. Лазертаг устроили для воспитанников второго детского дома. Такой подарок сделали детям молодая гвардия Единой России. Почему компьютерные игры больше не привлекают подростков? Анна Хабарова расскажет. Техника безопасности и тактика боя. Инструктаж пройден, а значит, можно получать снаряжение. Такое занятие воспитанникам второго детского дома в новинку. Но стрелять из лазерного оружия по душе и мальчикам, и девочкам. Стрелять. Войнушки мне еще понравились. Это я еще дома играю в войнушки. Это игла, как бах-бах. Игла мне понравилась. Такой праздник подарили ребятам волонтеры молодой гвардии в рамках проекта «Россия важен каждый ребенок». С детским домом они сотрудничают уже не первый год. Раньше проводили футбольные матчи, но на этот раз решили попробовать что-то более экстремальное. Мы вообще всегда стараемся что-то необычное, что-то новенькое для детей придумывать. Не то, что они ежедневно имеют какие-то занятия, а что, к сожалению, им выделяют средства, либо они не могут по определенным обстоятельствам принимать участие. Клуб военного лазертага существует в Тагиле уже полтора года. Пару дней назад удалось официально вступить в Екатеринбуржскую федерацию и получить статус общественной организации. Нетравматичным боем уже успели заинтересовать школьников города. Лазертаг является, во-первых, симулятором боя, единственным разработанным в 80-х годах для спецподразделений в США. Потихоньку он у нас пришел к нам в Россию за эти 20 лет, 25, даже 30. Правила очень простые. Выстрелы происходят, фиксирование выстрелов происходит благодаря безопасному ИК-излучению на датчиках, повязках, находящихся на голове бойцов. Сейчас лазертагом занимаются в цехе бывшего гормолзавода. В будущем территорию планируют облагородить. Анна Хабарова, Александр Штраух, Анатолий Тютин. Новости Тагил ТВ. Такова была информационная картина уходящего дня. А мне остается лишь напомнить, делайте новости вместе с нами. Звоните нам по телефону 4195-51 или оставляйте сообщение по электронному адресу www.tgildefistv.ru. Автор самой позитивной новости на этой неделе станет обладателем приза. Набора для укрепления иммунитета от спонсора рубрики «Магазина Медведь». На этом моя часть выпуска завершена. Впереди вас ждут новости спорта. О них расскажет моя коллега Анна Хабарова. Всего доброго и до встречи. Рубрику представляет компания «Сенегорье». Бронзовая медаль тагильским гимнасткам. С наградой накануне вернулись учащиеся отделения художественной гимнастики молодежной детско-юношеской спортивной школы номер 2. Принимали участие в чемпионате Уральского федерального округа. Он прошел в Сургуте. Команда школы показала третий результат в групповых упражнениях. Волейбольная спартакиада среди школьников подошла к концу. Закончились отборочные районные соревнования среди общеобразовательных учреждений. В Тагилстроевском районе первое место заняла школа 81. Второй стало 75 дробь 42. Третье место у 45. В поединке среди десяти команд юношей лучший результат показала команда политехнической гимназии. Вторыми стали представители 58. Тройку лидеров замыкает 45-я школа. В Ленинском районе среди команд юношей победителем стала команда 50-й. Вторую строчку в турнирной таблице заняла команда 18-й гимназии. Третье место у горнометологической школы. По итогам соревнований все призеры получили право на участие в городском финале по волейболу. Пока молодежь достигает высот, профессиональные волейболистки терпят поражение. Накануне в Екатеринбурге прошел первый матч финала Кубка между Уралочкой НТМК и Фенирбахче. Проиграв две первые партии, подопечный Николай Карполя выиграли две следующие. Но игрового запала на тайбрейк уже не хватило. По его результатам уральская команда проиграла турецкая со счетом 3-2. Точки нады будут расставлены в ответной игре в Турции в субботу, 29 марта. На этом у меня все. О главных спортивных событиях города смотрите завтра. Анна Хабарова, Егор Егошин, Новости спорта, Тагил ТВ. Хотите пить настоящую родниковую воду? Обращайтесь в компанию «Сенегорье» и вам доставят воду из экологически чистого источника, расположенного в заповедном уголке природы. Вода «Сенегорская» – залог здоровья и успеха. Телефон службы доставки 40 1207. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова